Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас в гости к себе домой, потому что у меня замечательный гость Рошель Шимунов. Приветствую вас! Добрый вечер! Прежде всего, наш разговор происходит вскоре после того, как произошла страшная террористическая атака в Иерусалиме, когда безоружные люди, которые выходили из синагоги, были атакованы террористом. Это произошло в день, в международный день Холокоста. Это напомнило нам о том, что Холокост — это не только история, но это и наша жизнь. И поэтому убийство невинных людей под любым предлогом, нарушение заповедей «Не убей», универсальных ценностей человечества, которые даровано нам на горе Синай. И поэтому, конечно, в первую очередь осуждаем террористическую атаку, которая произошла в международный день Холокоста. Ну, во-первых, я хочу присоединиться к вашим словам соболезнования всем жертвам и вообще всем израильтянам. То, что происходит постоянно, уже не новость. И в то время, когда, например, здесь произошли террористические атаки, я помню, 11 сентября, один из моих друзей, который был в этот момент в Манхэттене, который как бы бежал по улице и оказался в каком-то месте заперти с другими людьми, и один из этих людей броднулся к нему, он был в Ермолке, русскоязычный парень. Но к этому сейчас я понимаю, что переживают израильтяне. То есть для того, чтобы понять, что переживают израильтяне, нужно было как бы пережить это человеку самому. Потому когда мы читаем или слышим о том, что происходит там в Иерусалиме, мы далеко. Люди, которые там живут, ходят по этим улицам. Вот я, например, говорил сегодня с ребятами в Иерусалиме, которые обычно ходят с утра заниматься евритом. Недавно приехавшие из России или с Украины молодые люди. И они мне сказали, что сегодня они остались дома. Почему? А ведь там и потрясены. Они были потрясены, и поэтому они просто боятся выйти на улицу. То есть это некое ощущение особенного страха, который террор вызывает, и, собственно говоря, очевидно, ради которого идет найти убийство, чтобы терроризировать и устрашать людей. Ну, собственно говоря, да. А ради этого я весь террор расстроился, чтобы запугать людей. Ничего удивительного в том, что люди пугаются, нет. Я помню свое состояние после 11 сентября, когда я, правда, сорвался и побежал туда. А потом оказалось, что волонтеров больше не принимают, и я пошел в больницу сдавать кровь, там просидели до 7 вечера. Потому что была такая очередь, и после меня уже нельзя было занимать, но здесь было немножко иное. Здесь мы были как бы уверены, что взрыв уже произошел, и вряд ли будут взрывать эту больницу. Рашель, но тем не менее я хочу выразить огромнейшую вам благодарность. Я рад, что мы с вами говорим, потому что в момент, когда произошел взрыв, абсолютное большинство людей побежало от взрыва, от места трагедии, спасая себя. Лишь некоторые побежали туда для того, чтобы спасать людей. Вы, оказывается, были среди тех, кто хотел помочь, которые хотели стать волонтером. Там было очень много народу. Когда я добежал до моста, точнее, меня довез таксист бесплатно к мосту, потому что я выбежал из дома, у меня оказалось только метрокарт в кармане, ни ключей, ни документов, ни денег, ничего. Меня привез таксист до моста и дальше сказал своим ходом. Но вся эта толпа шла с моста, и ребята в форме, которые там стояли, сказали, все, нет, нет, иди домой. Почему вы побежали? Вы обладаете каким-то профессиональным навыком, что-то умеете, знаете? Нет, дело не в этом. Я тогда был студентом, и, собственно говоря, день-то был обычный. Обычный день. Обычный вторник. Я в этот день должен был со своим другом из Румынии, к которому приехал дорогой гость. Мы должны были пойти в ресторан, я тогда соблюдал кашрук. Мы должны были быть в близнецах. И все проспали. У меня была маленькая дочка, которая не давала мне всю ночь спать. Я ушел спать в зал, и мой папа благословенной памяти включил телевизор и начал меня будить. Моя первая реакция была, пап, выключай этот идиотский боевик. То есть вы не поверили своим глазам? Конечно. Я думал, что это кино. Потом выступил мэр, наш обожаемый Руди, мэр всей Америки. И он сказал, ребята, кто может, придите, помогите. А как можно было? Это общая беда. Я и сорвался, побежал. В домашних штанах, в футболке. Я хочу вернуться к рассказу, конечно, вам о вашей судьбе, как вы оказались в Америке, и почему вы побежали. И, собственно говоря, куда это вас привело, в конце концов. Но все-таки хотел бы вернуться сейчас, уже после того, как мы осудили с вами терроризм и против Израиля, и направленный против Америки. Тем не менее, вы сделали очень любопытный пост. Расскажите о нем. Да, я не думаю, что там особенно что-то любопытное есть. Собственно говоря, любой человек, который немножко думает об этих вопросах, наверное, приходит к тому же выводу. Пост был о том, что Юрий Дудь снял очередное свое интервью. И это было первое интервью с человеком, который занимает пропутинскую позицию. Интервью было длинное, и меня оно не отпускало. Я написал три поста по этому интервью. И мне показалось оно чрезвычайно важным, по той простой причине, что человек искренне верующий. Или играет в искренне верующего. Что я имею в виду, это кредо, к вере, абсурдам верую, потому что нелепо. Потому что это абсурд. В конце концов, все его аргументы заканчивались тем, что если Путин не знает чего-то больше, чем знаем все мы, то что вообще такое происходит? Человеческая мораль очень лоббильна. И начиная с эпохи просвещения, философы, ученые, а теперь социологи, психологи и все прочие, постоянно говорят о том, что мораль – это договор между людьми. Относительность морали. Относительность морали. Именно об этом идет речь. О том, что вчера была такая мораль, сегодня изменилась ситуация, люди договорились о своем. Новая мораль. Настолько уже вбита в мозг современного человека, что мораль относительно, что все равно, что происходит, мы всегда правы. Это путь к оправданию того, что мы всегда правы. Я не знаю этого кучеру, но я знаю других людей, которые придерживаются тех же взглядов. И я знаю этих людей не первых десяток лет. И это очень хорошие люди. Я понимаю, что ваши зрители сейчас начнут говорить, что это не так, что я их просто неплохо знал. Нет, это очень хорошие люди. Некоторых из них я могу сказать, что они могут с себя снять последнюю рубашку и поделиться. Я знаю, что они будут рыдать. И это правда рыдали ребята, которые узнавали о том, что в Украине какая-то девочка погибла. Рыдали подлые укронацисты, убили девочку. Как это могло перевернуться на 180 градусов? Как весь этот кошмар, как в нем можно обвинять жертв? Я долго над этим думал, и у меня только одна идея. Что если Российская Федерация – это фашистская страна, если Путин – это фашист, если российские войска ничем не отличаются от немецко-фашистских войск, а я себя ассоциирую с Российской Федерацией, с Россией, Россия – моя Родина, и я ее неотъемлемая часть, Россия – это мы, то это означает, что я тоже фашист. Но это неправда. Я про себя знаю, что я не фашист. Я хороший человек. Я не могу быть фашистом. От этого мы идем ко всему остальному. Будет отрицаться все. Люди будут отрицать совершенно очевидные вещи, будут не верить живым свидетелям только ради того, чтобы их собственное самоощущение как хорошего человека осталось. И еще раз говорю, самое смешное, что они действительно хорошие люди. Вы знаете, здесь мне кажется не только смешное, а в этом удивительный парадокс жизни. То есть эти хорошие люди, они могли быть также призваны в армию. И они могли также служить в Российской Федерации в войсках, так сказать, уничтожая укропов или укра-нацистов, как они их называют, крошить укропов. И при этом быть хорошим человеком. Да, вполне. Вы знаете, кто это сказал? Если я не ошибаюсь, это был или Геббельс, или один из генералов немецких. Есть цитата о том, что он обращается к солдатам СС и говорит, что никого теперь не удивить сценами расстрелов женщин и детей, евреев. Но весь смысл в том, чтобы делая это, уничтожая евреев, при этом оставаться хорошим человеком. А я вам более того скажу, есть целые исследования на английском языке. Я могу вам потом дать ссылку на эту книгу, не помню точно ее название, о каком-то батальоне. В полицейском батальоне, который осуществлял Холокост в Польше. И это были обычные мужики. Это не были молодые самцы, которые жаждут крови, как говорят нынешние ученые, что войны начинаются от того, что много тестостерона у молодых людей. Нет. Это были почтенные отцы семейства, потому что всю молодежь забрали в армию. И это была полиция на ведение порядка на улицах. Их собрали, вот этих вот сорокалетних мужиков, засунули в эти полицейские батальоны и отправили их в Польшу. Сегодня они просто раздавали повестки, завтра они приходили вытаскивать людей из домов, послезавтра они расстреливали детей. Человек не замечает, как он к этому приходит. А внутри он все равно остается хорошим, замечательным человеком. Он также любит свой Гретхен, он также любит своих детишек. Это абсолютная банальность зла. Вы в своем посте как раз писали о банальности зла и говорили, что ужаснулись. То есть, когда вы видели это интервью, то оно вызвало у вас чувство страха. То есть, вы ужаснулись. Почему вы ужаснулись? Потому что я знаю, что я не защищен от этого. Если бы Господь не привел бы меня к Торе, если бы я не знал о том, что существует абсолютная мораль, что мораль не лоббильна, что мораль это нечто раз и навсегда данное, я абсолютно спокойно мог бы стать фашистом. И я в себе это вижу. А что в интервью вызвало у вас вот именно такого рода реакцию? То есть, вот что было такого в Кучере, что увидев его, вы сказали, это зло, и оно банально. Казалось бы, нормальный мужик. Так в том-то и дело, что это нормальный мужик, который говорит абсолютно людоедские вещи. Он говорит нормальные вещи. Нормальным языком. Нормальным языком. Нормально аргументируя, но при этом они совершенно фашистски-людоедские. В результате да. То есть, он говорит, что он против войны, и это как бы истина в нас во всех вбитое в головы, что война это плохо. При этом он считает, что нас же вымнудили. Знаете, я вырос в районе, где жили разные люди. Жили интеллигенты, жили простые рабочие, жили бандиты. Это в каком районе было, простите? Это было в Самарканде. В Самарканде? Да. Ага. То есть, абсолютно разные люди. От самых богатых до самых бедных. От самых интеллигентных до самых опустившихся. Я мог бы ожидать это от какого-то из своих знакомых бандюганов, что он говорит, да она же сама на меня напала, да, старушка, которую он четыре раза ударил топором по голове. Она сама на него напала. Этот парень, не помню, как его зовут, фамилия Кучера. Да. Он ведь не бандюган, он не хулиган. Это обычный пацан, но он помладше меня, вероятно, судя по внешнему виду. Скажем так, я, вероятно, мог бы в десятом классе его на последний звонок посадить себе на плечи, и он бы ходил там, звенел колокольчиком. И я постоянно примеряю это вот на такие вещи. По одной простой причине. Ребята, которые учились со мной в школе, есть по обе стороны этой войны. Я понимаю, что украинцы сильно обидятся, но это гражданская война. Это гражданская война недоразвалившегося союза. Потому что ребята, которые учились со мной в одной школе, сидят под бомбами, и парень, который учился со мной в одной школе, был сбит над Украиной. Его привезли, труп, домой. И если бы еще несколько лет назад кто-нибудь когда-нибудь сказал, что один из них будет сбрасывать бомбы на другого, а та, которая сидит в Киеве, сказала бы, ну что, он меня освободил, я бы никогда не поверил. А теперь я это все наблюдаю собственными глазами. И я знаю, что и те, и другие, это хорошие ребята, я с ними учился в одной школе. У нас получается с вами достаточно глубокий разговор о самом сути, о самой сути фашизма, или даже более того фашизма, геноцида как такового. То есть проявление зверя в человеке. Готовности человека убить, растерзать, уничтожить другого или группу других людей. Я вам более того скажу, это не даже не нацизм, это не фашизм, это просто экзистенциальное зло. В ужас приходишь именно потому, что видишь, что природа человека, все последние две тысячи лет, философы спорили о том, какова природа человека. Ангельская или дьявольская? Человек это святой или это животное? Споры продолжались там вплоть до нового времени, да, там еще спор Руссо с тем же Вольтером. И ты видишь, что это не абстрактные споры. Этот ужас не от того, что где-то есть плохие люди, а где-то есть хорошие люди, и эти плохие люди убивают хороших людей. Этот ужас от того, что все люди нормальные, и одни почему-то становятся жертвами и защитниками жертв, а другие почему-то становятся злодеями. Знаете, я говорил с одним человеком, недавно, когда я был в Лос-Анджелесе, в замечательном Шепотоне, он религиозный еврей, раввин, который при этом в молодости, он в общем сейчас молодой человек, MMA fighter, то есть он Mixed Martial Arts, как это сказать по-русски, да, Mixed Martial Arts, это смешанные боевые, да, то есть он участвовал в профессиональных боях, и первый же свой бой он победил. Он раввин, мальчик, который учился в Ешиве. Я когда с ним говорил, как-то тренировался, сделал с ним интервью, и он говорит, что человеку нужно уметь на ринге или в жизни переключаться на внутреннюю какую-то программу, то, что называется Did Das Killer, убийцы. И он спросил у меня, говорит, ты понимаешь, что человек – это хищник? Я говорю, почему? Ты понимаешь, такой устроен мир, что вот у хищников, в отличие, так сказать, от других животных, у других животных, которые могут стать жертвами хищников, у них глаза смотрят в разные стороны, а у хищника сфокусирована вперед на одну цель. Он говорит, человек по своей природе хищник, мы как бы этого хищника в себе подавляем, но в бою, на ринге, на войне, человеке может проснуться зверь, то есть он там сидит, он есть. И, может быть, мы даже не подозреваем то, что этот, так сказать, хищник в нас есть. Хотя царь Давид сказал, «Ёдет садик не пеш би гим то», знает праведник душу животную свою, то есть как раз осознавая тот факт и ужасаясь от этого, то, что вы, собственно, и сделали, видя, может быть, это в другом, осознавая, что это может быть и во мне, это позволяет человеку этого хищника в себе сдержать. И потому, на самом деле, мудрецы говорят, что ведь Машир въедет на осле в Иерусалим. Это один из символов того, что мы этого, ну да, вы говорите о материализме, но в данном случае идет это в животную свою природу. Человек может оседлать и возвысить ее, вести ее к святости. Ну, в определенных ситуациях вести к святости, защищать свою страну террористов. То есть использовать это качество воина для того, чтобы защищать свою страну, но по большому счету это уметь также и оседлать, и сдержать себя. И потому, какой вы для себя извлекаете урок, когда вы увидели этого кучеру и увидели такого нормального обывателя, который говорит людоедские вещи. И вы сказали, по-моему, и написали об этом, что я ужаснулся, что ведь я-то тоже мог бы быть таким. Конечно. И что же вас спасло от этого? Боб. Почему его нет, а вас дал? Потому что мы попали в разные обстоятельства. Понимаете, я не смотрю русский телевизор. Мы говорим, you are what you eat, and you are what you watch. And you are what you read. То есть то, что ты читаешь, кушаешь и смотришь. Я просто могу привести пример, что я знаю как минимум пятерых нью-йоркеров, которые смотрят русский телевизор, хотя они здесь раньше, чем я сюда прибыл. Все это время смотрят русское телевидение. И да, у них про путинская позиция. Я не буду говорить про российское, потому что, знаете, в отличие от многих, я не верю, что это природа России как таковой. Согласен с вами. То есть мы не можем ввинять без русского народа в этом, но мы видим, что русский народ, тем не менее, сейчас посилен. Хотя, а что ему делать? Да, то есть он находится в ситуации такого режима, что там открою рот и получишь срок. Я никогда не буду обвинять тех, кто находится в России, что они не идут свергать Путина. Они не самоубийцы. Они не самоубийцы. Извините, ребята, почему мы с вами не шли свергать Брежнева? Почему украинцы не шли свергать Брежнева, Сталина? Почему евреи не двинулись к Сталину и не начали кричать «Отпусти мой народ?» Люди боятся. И даже те, кто защищает Путина... Ну, я вам скажу, что у меня было общение с одним таким человеком, и он мне сказал «Ты извини, я всю нашу переписку сотру». Почему? Мало ли кто может прочитать. Вот я не боюсь, что мою переписку кто-то может прочитать, и мне что-то за это будет. Он поддерживает Путина, боится, что Путин эту переписку прочитает. Страх у людей сидит, и это нормально, что люди боятся. Знаете, я хочу упомянуть все-таки этот момент, потому что вы говорите, что вас спас Бог в том смысле, что есть универсальные ценности морали, дарованные на горе Синай, и в частности заповедь «Не убей», и потому наше отношение к убийству. Но, с другой стороны, я цитирую слова царя Соломона, который сказал, что Тора, она может быть эликсиром жизни для одних и эликсиром смерти для других. То есть, если человек манипулирует Торой, и начинает использовать даже Тору для оправдания «Я хочу», или оправдания, что «Я хороший, хотя он плохой», то он может использовать все аргументы Тора для того, чтобы оправдать преступление. Все верно, но, извините, за три тысячи с половиной лет существования еврейского народа наши мудрецы наделали столько цитат, что их можно использовать для чего угодно. И для того, чтобы разобраться, когда и где их можно использовать, для этого нужно потратить немало усилий. Но я могу сейчас нам брать цитат для того, чтобы представить иудаизм в качестве самой российской, самой фашистской религии, не вникая в то, что имеется в виду под этими цитатами. Вопрос же в другом. Вопрос в том, что есть умные книги, где все расписано, в какой ситуации, какую цитату ты должен употреблять. И есть мудрецы поколения, к которым можно прийти и спросить. Конечно. Как смотреть на то или другое явление, естественно. Поэтому это не просто книжный, так сказать, иудаизм, а это живая традиция. Итак, хотел спросить вас буквально несколько слов. Вы сказали, что вы из Самарканда, и вы приехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке я уже четверть века, да, 25 лет. Как получилось, все бежали, я бежал. Как получилось, что я пришел к Туре, ну, как вам сказать, Бог за шкирку взял и притащил, как это обычно происходит. То есть это всегда чудо. Как всегда, этому чуду помогают антисемиты. Однажды моя супруга мне сказала, а ты знаешь, что вот эта дама антисемитка. Я не поверил, я к ней подошел, спросил, правда ли это, шутку. Она мне ответила, что я не против евреев, я против иудаизма. А проблема в том, что к тому времени я уже изучил Ницше, Гегеля, Платона, Аристотеля, христианство, буддизм. До иудаизма не добрался, потому что, ну, что такое иудаизм, согласитесь, это высаливать мясо, какие-то коробочки на голову надевать. Ну, это смешно. Я знаю, что мой соблюдающий папа не фашист, и он не может придерживаться фашистской религии. Мы поехали с женой Краву Исхаку Шимунову в его магазин Шарашин. Моя жена взяла с собой деньги, которые мы откладывали ей на обновки, было около тысячи долларов. Все это тысячи долларов мы потратили на эти книги. На еврейские книги. То есть, значит, купили еврейскую библиотеку. Значит, все началось с мудрости Торы, с мудрости еврейских книг. Конечно. Хитрый Рава Исхак сучил мне книгу, которую я никак не хотел покупать, а он мне ее насильно засунул бесплатно. Книга Рава Аруша, сад Веры. Я привез все эти книги домой. Ну, все интересные книги я прочел. За поем у меня за несколько ночей я прочитал Рамбама, Рамбана, Рамхаля, о котором я вообще впервые услышал. Рамбама-то я еще знал. Все остальное, это было абсолютно новизна, и у меня слюни текли от того, что я там увидел. Причем ничего похожего на то, что говорила дама, там не было. А потом, я тогда очень много работал, я работал 6 дней в неделю, по 13 часов. Я приехал домой, а супруга мне сказала, что еда еще не готова, и за это время, пожалуйста, иди и помой посуду. Я, как нормальный среднеазиатский феодал, высказал ей все, что я думаю о том, как нужно встречать мужа, когда он приходит с работы домой уставший. Слово за слово. Когда происходит скандал, моя реакция обычно, беру сигарету, хватаю первую попавшуюся книгу, иду на балкон курить. А поскольку все книги уже прочитал, осталась одна единственная, та, которую Рависхак мне вручил насильно. Я пришел на балкон, закурил сигарету, открыл на первую попавшуюся страницу. Начинаю читать. Читаю. Если ты прошел уставший с работы домой, и жена вместо того, чтобы тебе подать на стол, говорит, иди помой посуду. Не стоит устраивать скандалы, иди и помой посуду. У меня сигарета упала изо рта. Я вышел, и к вязчему удивлению моей жены, пошел мыть посуду. Шаббат, это был день, когда я иду к папе с мамой, и кушаю. То есть, шаббат был для папы. В этот шаббат, я пришел перед шаббатом к папе, и сказал, папа, благослови меня, я хочу быть евреем. Папа положил мне руки на голову, снял с себя типу, под шляпой, надел на меня, благословил, и отпустил меня к Раву, и с Хаку с ночевкой. И я с тех пор стал соблюдать. Поэтому я говорю, это абсолютное чудо. Если бы Бог меня не взял за шкирку, я бы никогда этого не сделал. Рашель, дорогой, хочу вас поблагодарить, пожелать вам, чтобы Бог продолжал хранить вас, направлять вас, благословлять вас, вашу семью, ваших детей, чтобы, дай Бог, он хранил не только нас с вами, но и наш народ, и народы мира, чтобы, наконец, восторжствовал мир на Украине, или в Украине, правильнее сказать. Спасибо вам огромное за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok